Давайте начнем. Итак, Сардиния, Хлеб и Лестой. Общеизвестно, что начиная с принципа августа существовало два типа провинций. Так называемые народные, не требующие военного присутствия, и императорские или незамиренные, те, которые требовали военного присутствия. Нередко случалось, что провинции меняли свой статус, переходя из одной категории в другую. Итак, источники сообщают о трех подобных случаях в период правления августа, и в своем докладе я остановлюсь на анализе только одного эпизода, а именно мы качнемся причин перехода провинции Сардинии-Корсика из категории народных в императорские в VI г. н.э. Об этом нам сообщает Касси Дион, описывая события VI г. н.э. Пишет он следующее, что в ту пору случилось множество войн, во многих краях средствовали Лестой, так что Сардиния на несколько лет осталась без наместника сенатора и была вверена воинам в главе с начальниками и всадниками. Термин Лестой специально оставлен без перевода, потому что он означает и пирата, и бандита, и вкупе с глаголом кататрафика, который тоже можно перевести как избегать сверху вниз, высаживаться, набегать с моря, разорять, опустошать, не совсем понятно, о ком идет речь. В разных переводах коллеги, кто-то пираты переводит, кто-то бандиты. В принципе, ситуацию проясняет Страбон, современник событий. В его географии мы читаем, что часть областей постоянно опустошается горными жителями, которых зовут Диогезбы. Прежде они назывались Иалаи. Затем Страбон называет эти, собственно, племена, которые участвуют в разграблении земледельческих районов. Это параты, сосианы, балары, акониты. И он делает ремарку, что они живут в пещерах. Хотя у них есть некоторая земля, годная для посева, они даже ее засевают небрежно. Однако грабят поля земледельцев, не только тех, что живут на острове, но и поля на материке. Особенно же киса, в котором они переправляются морем. Далее он говорит о том, что римские наместники предпринимают некоторые карательные акции и описывают, на каким образом римские наместники периодически кошмарят жителей горцев, которые, в свою очередь, нападают на земледельцев. Касательно данного пассажа тоже нужно сказать буквально несколько слов. Здесь упоминаются пещеры. Их, конечно, можно понимать буквально. Возможно, это римская интерпретация нурагов. Которые к моменту появления римля на острове, конечно, лежали в развалинах частично. А частично по-прежнему вплоть до ранней империи широко использовались местным населением. Да, они, конечно, претерпели несколько конструктивных особенностей, но тем не менее. Можно сразу сказать, что горная местность была слабо достаточно затронута романизацией. И, дабы не быть голословным, вот несколько изображений того, как, собственно, выглядели эти нураги в, собственно, римский период, раннеимператорский. И вот еще один. Давайте пока здесь остановимся. Если мы обратимся к историографии, имеющимся вне объяснения причин перехода Сардинии из категории народных в императорские, то в основном все интерпретации – это пересказ дословный практически мнений античных авторов. То есть либо Касси Диона, либо Страбона, либо и того, и другого вместе взятых. Плюс к этому добавляются некие собственные рассуждения, как правило, основанные, в большинстве своем, не основанные ни на чем. Поэтому есть несколько оригинальных предположений, но в основном большинство историков склоняются к тому, что склоняются к военной причине, военной необходимости, из-за которой Сардиния и перешла под контроль император. Надо сказать, что имеющиеся в распоряжении разные типы источников, казалось бы, однозначно подтверждают исключительно военную причину изменения статуса территории. Так, например, допустим, эпиграфика. У нас фиксируют для первой половины первого века нашей эры появление на Сардинии нескольких вспомогательных когорт. Это когорта аквитанцев, возможно, аквитата, когорта корсов и когорта лузитранов. Эти подразделения были сосредоточены в центральной и северной частях острова, то есть как раз там, где у нас проживают в основном племена, атакующие земледелицев. Кроме того, эпиграфика фиксирует не только префекта провинции, подчинявшегося напрямую императору, но и отдельное должностное лицо, которое было поставлено для того, чтобы контролировать ряд племен, доставлявших проблемой. Вот это, собственно, надпись, которая слева, в ней упоминается префект когорта корсов и варварских общин Сардинии. Кроме того, у нас есть археологические данные, которые тоже на первый взгляд подтверждают коммунио Сапинио. Недавно итальянские археологи обнаружили два военных лагеря, вот этот и соседний, Артара. Они оба датируются периодом самого начала первого века нашей эры и, опять же, локализуются в тех областях, где как раз проживали беспокоящие земледельцев племена. И, казалось бы, все достаточно однозначно. Тем не менее, есть сомнения в правильности распространенной экстраграфии интерпретации причин перехода провинции в категорию императорской. Собственно, почему? Я считаю, что не только активизация разбойников, горцев и их участие в пиратских рейсах, рейдах, прошу прощения, способствовало, ну, в общем, рейсами это тоже можно назвать, изменению статуса провинции. И главное, что заставляет сомневаться, к рассматриванию нами времени, то есть это рубеж веков, первого века до нашей эры, часть территории острова была незамиренной, и римляне с этим считались уже не то что одно десятилетие, но, в общем-то, почти целое столетие. Если на протяжении второго века до нашей эры мы слышим о черде триумфов за действия против горных племен, то к концу второго столетия, начала первого столетия до нашей эры наместникам даются совсем незначительные знаки отличия за действия против горцев. Ну, допустим, вот на слайде представлено несколько дат, где указывается, когда получали наместники триумфы, а вот Титальбуцый в самом конце второго века нашей получил уже только субликател. То есть можно сказать, что римляне, в общем-то, свыкли с тем, что часть острова будет всегда незамиренной. Кроме того, это все второй век до нашей эры, рубеж второй века до нашей эры, первой века до нашей эры, первой века до нашей эры. Но часть источников, относящиеся к самому концу периода республики, 30-м годам до нашей эры и к, собственно, эпохе августа, примерно к периоду до 9-го года нашей эры, фиксируют все те же проблемы с горцами. Допустим, мы читаем у Ворона, что есть много превосходных земель, которые не стоит обрабатывать, потому что соседи живут разбоем. Так обстоит дело в некоторых местах Сардинии, возле Узелеса, ну и дальше он там про Испанию говорит. И у Титоливия, читаем, с Корсики войско, он описывает, понятно, события, совершенно не связанные с нашим временем, но делает ремарку, относящиеся к периоду, когда он жил. С Корсики войско переправилось в Сардинию, где успешно сражалось с элийцами, племенем и поныне неполностью усмиренным. Так что никого не смущало невозможность контроля части горных районов Остерова, почти все управление августа, и одновременно нахождение Сардинии в составе народных провинций, вроде бы как, которые должны быть всегда замирены, никаких военных проблем там не должно быть. Возникает вопрос, почему все-таки Сардиния была передана под управление императором, и почему именно в 6-м году нашей эры? Только ли военно-необходимость заставила изменить статус провинции, остававшейся народной на протяжении 34-х лет? И это непраздный вопрос. Дело в том, что некоторые территории, встречавшиеся с подобными проблемами, не получали помощи со стороны центральной власти не просто долго, а очень долго. Например, Лития и Памфилия не располагали ни одной полоценной воинской части в первом веке нашей эры, хотя ее северные районы, они буквально кишили разбойниками, часть границы с Галатией тоже была наводнена разбойниками. В конце концов, провинции получат совсем маленький гарнизон, состоящий из одной когорты, только во второй половине 2-го века нашей эры. То есть на протяжении полтора столетия никого не волновалось, что там есть проблемы с бандитами. Можно вспомнить Фраке Литию, которая тоже не имела собственного даже маленького гарнизона и тоже имела, в общем-то, сходные слики и Памфилии проблемы. Надо сразу сказать, что мы не отрицаем военную необходимость в случае с Сардинией. Вероятно, худо-бедно с набегами боролось местное ополчение. Данная практика широко применялась римлянами, однако по неким причинам центральная власть все-таки решила вмешаться. И ситуация станет кислой, если посмотреть на время и контекст передачи провинции. В этот период в Риме разразился страшный голод. Упоминаемые в источниках действия власти, заставляют думать о власти и проблемы, с которыми столкнулись римляне, заставляют думать о серьезных масштабах бедствия. Помимо голода, с которым столкнулись жители Рима, к нему добавился пожар и, как следствие, волнение плебса. Не исключено даже, что этой ситуацией хотели воспользоваться в политических целях оппоненты императора. По крайней мере, сведения наших источников заставляют так думать. Голод был настолько сильный, что по сообщению Евсеви, да, это очень поздний источник, но тем не менее, пять модиф продавались по цене 27,5 динарий. Помимо проблем с продовольствием, осложнена была еще проблема, в общем, были и на внешнеполитическом фронте. В шестом году наше разразилось в Далмации восстание. Да, хронологию о соотношении голода и начала панонского мятежа мы узнать не можем, но масштаб предпринимания в Густуме говорит в пользу продолжительности этого самого голода. И в этих условиях большое значение принимало своевременное получение зерна столицей. Сардиния по-прежнему была одним из основных источников зерна, пусть и не львиной доли, но в сложившихся условиях важно было, что она находится совсем рядом. Расстояние от Сардинии до Италии по ворону это всего 120 миль. По имеющимся у нас данным, это, в общем-то, один день плавания всего лишь. В то время как, допустим, из житницы Рима, Египта, срок плавания составлял только до одной Сицилии, простите, 7 дней. Таким образом, контроль над Сардинией в условиях кризиса представлялся чрезвычайно важным. А Август прекрасно знал, чем грозит несвоевременное поступление продовольствия в столицу. События последней гражданской войны, первого века до нашей эры, когда силы секста Помпеи захватили остров в 40-м году до нашей эры и устроили блокаду с подвозом продовольствия в Рим, что поставил Октавианов в очень чрезвычайно сложное положение, явно не были им забыты. Предложенная интерпретация совсем не противоречит имеющимся у нас и эпиграфическим, и археологическим данным. Постановка под контроль префекта, подчиненного на прямом августе, хорошо согласуется с созданием в Риме комиссии, занимавшейся распределением зерна. И таким образом, прежде чем закончить доклад, хотелось прокомментировать несколько оригинальных версий, о которых говорилось выше. Так, чешский следователь Пекаре пишет, что на Сардинию почему-то напали разбойники, даже дает датировку, но эта версия вообще никак не подтверждается источниками. И есть еще любопытное предположение немецкого исследователя Кляйна, который пишет, что помимо набегов жителей гор, были некие политические соображения, заставившие Августа взять под контроль провинцию. Под политическими соображениями немецкий историк понимает то, что на Сардинию периодически ссылали политических оппонентов, императоров. Другое дело, и это действительно так, другое дело, что он отсылается на данные не правления Августа, а более поздней эпохи. Что касается Августа, у нас, в общем-то, нет данных, что Август туда кого-то ссылал, да и представить себе, чтобы ссыльные подняли мятеж, объединившись с местными горными племенами, вряд ли возможно. Подводя итоги, нужно сказать, что изменение статуса провинции Сардинии-Корсика связано не с военными проблемами как таковыми, которые на острове перманентно имелись, а с тем, что набеги местных горцев на земледельческие районы и их пиратские акции мешали бесперебойной поставке продовольствия в Рим в условиях кризиса. Кризис 6-го года на Шера, продовольственный кризис 6-го года на Шера, был катализатором придачи острова под контроль императора. И помимо этого вывода, хотелось бы сделать еще одну ремарку, которая относится скорее уже к в целом политике Августа, к стилю управления Августа. Учитывая все вышесказанное, создается впечатление, что Август принимал какие-то резко меняющие положения вещей действия только тогда, когда его режиму личной власти была угроза. На этом все, пожалуй. Долгое время все эти августы спокоили, там получается, малайзийский, да? Угу. Возле прям нового времени Сицилии, я думаю, это все равно должно было говорить. Скорее всего, да. Но заставляет, очень странно, что вот они все живут, живут, все источники наперебой пишут, что ну вот там есть часть территории, которые там живут ворцы, они нападают, вот даже там не надо земледелием заниматься. В других районах – пожалуйста. Но при этом, я говорю, никаких действий на протяжении ни 40-х, ни 30-х годов, ни 20-х годов, ни 10-х годов никто не предпринимал. Видимо, сложно объяснить, возможно, справлялись с местными условиями. Может быть, даже была какая-то когорта войск, которая просто не зафиксирована, потому что, в принципе, вот эти незамеренные территории, они, как правило, какие-то небольшие контингенты все-таки имели. По крайней мере, они зафиксированы для других подобных провинций, но что касается Сардинии, ну вот мы просто не знаем. Хотя, может быть, хотя, опять же, это только предположение. И, может быть, в сложившихся, ну вот почему-то племена активизировались, и тут совпало еще с тем, что вот голод начался, и все, в общем, скажем так, прижало, что нужно было что-то менять. Но то, что это, без спор, на очень важной территории, я географически, понятно, близко находиться к Италии, это, да, понятно, логично, да, Филиппи и Панфилия, они далеко. Но с другой стороны тоже, не совсем понятно, почему там бросили местное население, можно сказать, на произвол судьбы. Ну, возможно, да.